Средства массовой информации называют четвертой властью совершенно справедливо. Сила слова вовремя правдива и нет предвзято поданной информации оказывают огромное влияние на общество, и поэтому работа журналиста требует огромной ответственности, труда и вложения собственной души. День журналиста Украины – профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров, отмечается в Украине каждый год 6 июня. Журналистов коммунальных средств массовой информации Ильичевска с профессиональным праздником поздравил городской голова Валерий Хмельнюк, который в редакции газеты «Черноморский маяк» сказал немало добрых слов и вручил грамоты и благодарности акулам пера и микрофона. Профессиональный праздник для журналистов – еще один повод по работе. С той только разницей, что на сей раз в центре события сами сотрудники средств массовой информации. В редакции газеты «Черноморский маяк» назначен сбор журналистов для торжественных поздравлений. В гостях сам городской голова Валерий Хмельнюк. Первым делом – официальная часть. Грамоты и благодарности городского совета получили корреспонденты «Черноморского маяка» Ирина Гончарук, Оксана Загорулько, фотокорреспондент Александр Георгиев, заведующая редакцией на Росте и канал «Айта-3» Юлиана Морозова, корреспондент Тина Шишканова, секретарь-деловод Алена Кубицкая, монтажер службы программ Александр Додонов. Сегодня, скажем, день журналистики. Я должен сказать, что сегодня я посмотрел редакцию еще раз внимательно, да, и мне понравилась, ну, во-первых, новая команда, новые люди, новые мысли, взгляды, и газета стала совершенно интереснее. И, скажем, вот содержание территории, так случилось, что в предшествующие годы как-то мы не заметили, не обратили внимания, и частный бизнес подсел под газету, чуть ли не приватизировал городскую газету. И помещения, территории, выпуски, верстки и все остальное. Значит, это было неправильно, и мы длительное время пытались понудить, чтобы газета выходила цветной, красивой, интересной, а у нас не получалось. Сейчас это все получилось, и я получаю удовлетворение от того, что газета стала свежей, она стала более содержательной, более интересной. Это же касается и наших средств, скажем, электронной коммуникации, это наше телевидение. Мы получаем ту доступную информацию, я имею в виду, мы горожане, получаем ту необходимую доступную информацию, которая происходит в нашем городе. Безусловно, хотелось бы другого качества, скажем, чтобы она была более объемной, скажем, чтобы она была более шире, может быть, скажем, более интересней. Но это все зависит от количества денег, которые мы должны финансировать. Эту нишу мы хотим удержать и шаг за шагом сделать ее более качественной. Вот мы предполагаем, что до конца года наша телевизионная компания будет иметь хорошее помещение, хорошо оборудованное, и тогда, естественно, будет высшее качество. Поэтому я хочу вас всех поздравить, наших работников средств массовой информации, и пожелать всем добра и удачи. Прежде всего, хотел бы поздравить и вас, дорогие коллеги, и всех наших журналистов, газетчиков, телевизионщиков, наших коллег с областных средств массовой информации с профессиональным праздником, с Днем журналистики. Хотя вы сами понимаете, да и сами видно, что сейчас, несмотря на профессиональный праздник, все равно мы работаем. И вы работаете, и мы работаем. Поэтому журналистов праздников не бывает, и чем серьезнее праздник, тем интереснее и интенсивнее работа. Что-то получается, что-то получается не сразу. Но, тем не менее, есть прогресс. Мы вот уже половину редакции отремонтировали. Мы, слава богу, перешли на самостоятельную верстку. Теперь мы независимы в этом процессе. Мы перешли, уже делаем газету целый год, уже делаем практически, ну не целый год, полгода мы делаем газету уже в цвете, субботние номера. То есть есть сдвиги, есть положительные моменты, но есть еще много над чем работать. И я считаю, что перспективы у нас есть. Те задачи, которые ставит перед нами городской совет, которые ставит перед нами городской голова, мы шаг за шагом выполняем. Помещение редакции с каждым днем становится уютнее. Полностью изменяется интерьер. Постоянным остается профессионализм сотрудников и их желание сделать газету интересной для читателя. Коллектив у нас постепенно омолаживается. У нас появились очень хорошие молодые сотрудники, которые привнесли свой шарм, привнесли, скажем так, свою вот такую творческую нотку в содержании, во внешний вид газеты. Это наш дизайн Ильяна Павлышин, это наш фотограф Саша Георгиев, это наши молодые корреспонденты Ира Гончарук, Оксана Загорулько. У нас есть и такие мэтры, которые на сегодняшний день, они не только журналисты, но и уже и писатели, которые имеют свои хорошие, зарекомендовавшие себя и читаемые произведения. Я имею в виду Елена Ивановна Калита, тоже наш сотрудник. Поэтому я думаю, что у редакции перспективы есть, и мы их будем реализовывать. Я хотел бы отдельное большое спасибо сказать нашим подписчикам, нашим читателям, всем, за то, что они поддержали нашу газету. Мы вынуждены были пойти на это и повысили подписную стоимость на 30%, но тем не менее наших подписчиков, наших читателей это не испугало. Тираж мы не потеряли. И я за это еще раз благодарю всех жителей города Ильичевска, которые читают, которые поддерживают, которые подписывают нашу газету «Черноморский маяк». И рассчитываю на то, что и в следующем году вы сможете тоже быть нашей надежной опорой в нашей работе. Спасибо вам большое. Для молодых сотрудников чрезвычайно важны добрые отношения и помощь коллег. Я работаю не так давно в этой газете, но получаю очень большое удовольствие от общения с нашими сотрудниками. Они мне во всем помогают. Особенно благодарю Елене Ивановне. Она делится своим опытом, своим мастерством, учит меня, как правильно излагать свои мысли, мнения. Работать интересно. Много очень встреч интересных, знакомств, возможностей. Ограничений тоже нет в работе. Поэтому касаются темы очень разнообразные. И экономические, и политические, и культурные. Мои самые любимые в культурной сфере работать. Тележурналисты, возвратившись на студию, становятся серьезными и тихими. События дня уже к вечеру должны сложиться в слова, облечься в видеоряд и быть озвученными. Время всегда ограничено. На завтра ничего не отложишь. Чтобы справиться с работой, нужно учиться и расти каждый день. Тем более, что в Ильичевске немало журналистов, которые, даже оставшись сегодня за кадром, достойны быть примером профессионального мастерства.